Игла для оспопрививания Выставка, посвященная истории лидерства России в области вирусологии Председателю РИО Сергею Нарышкину продемонстрировали образцы вакцин от различных заболеваний И рассказали, как формировалась отечественная эпидемиологическая школа История бактериологии, вирусологии Это с одной стороны история блестящих наших научных достижений А с другой стороны это еще история подвига Потому что все наши исследователи, многие, заражались во время проведения опытов исследований Экспонаты для этой выставки предоставил Музей истории медицины Сеченовского университета Ко дню медицинского работника на его территории планируется установить памятник врачам Внесшим вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией Эскиз памятника сам по себе уже обсужден на Совете ректоров медицинских фармацевтических вузов На других наших медицинских общественных организациях И сегодня собираются пожертвования на установку этого памятника Сразу после открытия выставки в конференц-зале РИО Сергей Нарышкин провел круглый стол Его главной темой стало изучение исторического опыта, накопленного нашей страной в области борьбы с различными вирусами Специалисты согласятся со мной, что связь времен в этой области знания очень важна Без развития научной школы, своего рода фундамента, ни о каких прорывах в сфере практических знаний и практики в области создания вакцин не может идти речь Именно поэтому лишь немногие страны, в числе которых входит и Россия, обладают необходимым потенциалом для создания собственных, международно признанных вакцин от ранее неизвестных заболеваний На сегодняшний день в стране зарегистрированы сразу три вакцины от коронавирусной инфекции, созданные на основе разных технологий Их название у всех на устах я не буду напоминать Глава Роспотребнадзора Анна Попова призналась, несмотря на то, что технологии производства и лекарств и вакцин развиваются Медикам с началом эпидемии нового коронавируса пришлось вспомнить хорошо забытое старое Оказывается, жизнь так быстро шагает и наши новые учебники уже не учитывают вот этих рисков больших распространений инфекций, пандемических И мы вспомнили, что у нас есть прекрасный учебник Ивана Ивановича Ёлкина, он стал очень востребованным Директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбург высказал мнение, что человечество и в будущем будет сталкиваться с вирусами И предположил, при каком условии с ними можно будет успешно бороться Должно существовать в государстве такой план, основанный на универсальных технологиях современных Которые позволяют в течение недель создать все необходимое для конкретного нового возбудителя Которые постоянно будут атаковать наше общество Так как, естественно, человек все больше и больше внедряется в природные очаги Более контактирует с природными очагами Которые являются постоянным новым источником и природным котлом для формирования новых возбудителей Которые всегда нас будут атаковать, пока существует, слава богу, наша планета Спасибо за внимание Под занавес встречи Сергей Нарышкин подписал соглашение о сотрудничестве между Российским историческим обществом и Фондом истории Отечества и Сеченовским университетом А также Российским фондом прямых инвестиций Последний занимается трансфером технологии производства вакцины «Спутник Ви» за рубеж Сегодня таких стран уже 35 Когда наши иностранные партнеры сомневались в начале в вакцине «Спутник Ви» Мы напоминали им, что первая российская вакцина была сделана 250 лет назад Екатерины Великой от Оспы в 1768 году За 31 год до того, как была первая прививка получена в США Мало того, до того даже как термин «прививка» еще существовал Журналисты поинтересовались у Сергея Нарышкина, будет ли он сам прививаться Я сделал две прививки, вакцины «Спутник Ви» И после первой, и после второй чувствовал себя И продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно Служба информации Фонда «История Отечества» Фонда «История Отечества» Фонда «История Отечества» Фонда «История Отечества»